Всем привет. В недавнем видео по войну, советы по прокачке, мы рассмотрели лишь одну ветку талантов, в которой я качался сам. И там я объясняю почему и зачем. Ну как это обычно бывает, поток вопросов не убывает и зрители интересуют также другие варианты раскладок талантов. Что ж окей, в этом видео мы рассмотрим два самых удобных билда для прокачки и несколько рейдовых билдов. Ну и посмотрим на их отличия друг от друга, плюсы и минусы. Начнем с самого легкого и понятного для новичка набора талантов. Я рекомендую этот билд для тех, кто только начал осваивать война. Универсальный фуриевый воин без упорно двойное оружие. Удобность этого билда в том, что нам не нужно привязываться к какому то определенному виду оружия. Быстрые, медленные, двуручие, дуала, топоры, моисы или мечи в одинаковом приоритете можно использовать и подбирать оружие исходя из его максимального уровня и статов. В процессе прокачки нам будет попадаться различное оружие и каждый раз перекачивать таланты под новый вепон не вариант, поэтому этот билд самое подходящее решение. Конечно приоритет как всегда на двуручное оружие, поскольку у двуручей шанс попадания белыми атаками намного выше чем у одноручек. Но если вы не собираетесь лезть на высокое уровне цели, а будете выбирать цели равного или даже немного меньшего уровня, то найдя в игре подходящие дуалы, можно эффективно их использовать. Вообще я рекомендую прокачивать войны всегда выбирать себе задачи по силам, не торопитесь выполнять красные и оранжевые квесты. Локаций в игре много, разброс по уровням большой и уперевшись в красные квесты, можно просто на время сменить дислокацию, вернетесь обратно когда подрастете. Перейдем непосредственно к билду, несмотря на его плюс есть конечно и минусы. Минус его в том, что вы не сможете эффективно использовать весь свой набор умений, по крайней мере для 50го уровня, пока не будет прокачано тактическое мастерство варфс ветки. Вы не сможете вовремя давать превосходство, дизармы, бить ударом грома с быстрым переходом из деф стойки. Смена стойк в бою или как это еще называют стенденс для вас будет неудобна. Как правило при такой раскладке, вы вообще не меняете стойки и ротация ваша ограничена. Чем и удобно начинающим игрокам. Спам кровожадности с вихрем, изредка сбавляя к героикам, простая и незатейлива. В общем начинаем с 5 критов. Это очень существенный бонус на самом старте игры. Крит воина нужен как никогда, я например беру его всегда первым, не важно какую бы ветку я потом не начинал качать. Далее весьма интересный талант. Необузданный гнев. Дает при фуловой прокачке 40% шанс получить при ударе дополнительную единицу ярости. Наиболее его эффективное действие приходится при использовании дуалов. Одноручки как правило намного быстрее двуручьей, к тому же их две. Значит ударов и проков в дополнительной ярости будет больше. С двуручками его эффективность падает вдвое. Ну берем его по причине того, что выбирать это больше не из чего. Улучшенный боевой крик. Увеличивает как наш урон, так и урон всей группы. Иступление. Дает увеличение урона на 25% при получении нами критического удара. В 1-12 имел смысл перед атакой прожимать макросид. Чтобы присесть и получить гарантированный крит. В 1-13 исправлено и при приседании не работает. Но так или иначе полезный и нужный талант. Мания крови. При получении крита регенерируется 3% от нашего общего здоровья. Это на самом деле не так много, как говорится и на безрыбье ракщуков. Поэтому берем как проходной. Талант исключительно для прокачки. В рейдовом билде обычно не берется. Пронзительный вой. Талант крайне полезный на прокачке. Ситуации бывают разные. Иногда отважным и бесстрашным воину приходится убегать. А массовое замедление вам может убежать от большой группы врагов и спасет жизнь не раз. Инстинкт смерти. Увеличивает урон на 20%, ну и снижает также броню. Наш бурстовый талант используем везде где возможно. Не жадничаем и не жмем кулдаун. Тем более он небольшой, всего 3 минуты. Поэтому применять можно очень часто. Шквал. Увеличение скорости атаки на 25% талантов. При нанесении критического урона. Именно ради этого таланта фурики с дуалами стараются во вторую руку одеть что то быстрое. Удары чаще, больше вероятность критов, больше проков таланта. Кровожадность. Основная билка фури воина. Используется по кулдауну. Наносит урон исходя из того, насколько много у вас силы атаки. Поэтому воин в ярости не зависит непосредственно от скорости вашего оружия и может с легкостью выбирать или дуал или быстрый двуруч. Ветки оружия начинаем с двух парирований. И импрованного рэнда. Объясняю почему не берется героик. Героик берется в рейдовом билде. Поскольку в рейде в фури воин почти не получает урон и парирование там бесполезно. Но поскольку на прокачке воин в основном танкует тушкой и находится в непосредственном контакте с целью, регулярно получая урон, то тут парирование как нельзя кстати. Помимо небольших дополнительных очков к выживанию, парирование дает нам и дополнительный урон. Как? Очень просто. Каждая спарированная атака дает в обратку экстра атаку. Поэтому для соло игры это очень полезный стат. Импрованного рэнда больше идет как проходной талант. Ну чтобы добраться до второго и третьего тира талантов. Поскольку рэнд применяется только в боевой стойке, его можно например дать сразу после чарджа и сменив стойку больше не применять. Тактическое мастерство. Говорящее название таланта. С ним уже воин получает больше динамичности и возможностей. Становится актуально использование превосходства при проке. Танковать уже можно не только в дэв стойке, а также применять способности других веток. Этот талант и основная причина почему я больше люблю качаться в армсе, чем в фуре ветки. Но тем не менее, начиная с 46 уровня он становится доступен и фурику. Глубокий ран, а тут все понятно. Благодаря бледам увеличивается наш урон. Критовый овер также в тему, как раз после получения возможности его эффективно применять. Управление гневом по прежнему также нужен воину на прокачке, поскольку он кроме сохранения ярсти еще и генерит. В описании этого таланта об этом не сказано, но будьте уверены, он работает так, раз в 5 секунд по одной единице. Ну и заканчиваем эту ветку увеличением критов на 20%. У нас остается 2 таланта. Обычно в рейдовом билде эти пара талантов идут в слэм, но на прокачке эта обилка бесполезна. Мобы будут сбивать вам каст слэма, так что до 60 можно убрать его с панели и посмотреть другие варианты. Если мы не ориентированы на пвп и импрумутый перехват нам не интересен, то могу предложить импрумутый берсерк рейдж. Дает нам на старте бурство его количество ярости, чтобы было с чего начинать атаку. Этот билд как я уже говорил ориентирован на прокачку. Ну если фури воин вам понравился и захотелось играть в таком стиле дальше, то для этого мы внесем кое-какие изменения для рейда. Отличия небольшие, но есть. В основном все остается по прежнему за исключением. От пронзительного воя и мании крови отказываемся и берем 2 очка слэм и импрумутый экзекут. В армс ветке как я говорил раньше в проходные 2 таланта в героик, поскольку наши цели уже танкуемые и урон мы в идеале не должны получать. Отказываемся от управления гневом и добиваем тремя очками специализацию на дворучное оружие. Скорее этот билд больше подходит для орды, чем для всех, но тем не менее. Есть еще интересный гибрид для эффективной накрутки дамага на паках. Разница в том, чтобы вместо кровожадности взять размашечный удар в армсе, красивые цифры на трэше гарантированно. Понервируйте всяких рог, магов, для билда на дуала отказываемся от специализации на двойное и слэма, и вкладываем 5 очков в специализацию на бой двумя оружиями. Вот собственно все по фурику, если у вас есть чем дополнить пишите в комментарии. Перейдем в прокачку в армсе. Основные плюсы. Динамичная игра за счет сразу полученного тактического мастерства. Удобный билд не только для ПВЕ, но и для ПВП. От ганкеров время от времени все же придется отбиваться. Возможность легко убивать группы из нескольких мобов за счет размашечных ударов. И также размашечные удары неплохо помогают при танковании. Когда вы танкуете двуручем, это просто сказка. Минусы этого билда в том, что вы постоянно привязаны к определенному типу оружия. Как правило, это медленный двуруч, именно той специализации которую вы выбрали. При смене оружия придется менять и таланты. Бесконечный вопрос по поводу оружия. Почему именно медленные? Объясняю. Армс в отличии от фурика использует способности зависимые от самого урона оружия. Мортал страйк, вихрь, превосходство. То есть. Возьмем два типа оружия, одинакового уровня. Урон в секунду у них одинаковый у обоих. Ярость они генерят тоже одинаково. Медленное оружие бьет сильно, но с большим интервалом. Быстрое оружие бьет понемногу, но с коротким интервалом. Соответственно, скиллы привязанные к урону оружия бьют также. С медленным сильно, с быстрым понемногу. Поэтому Армс в отличии от фурика, где урон построен на автоатаке и силе атаки, должен подбирать себя оружие с максимальным верхним уроном, не обращая внимания на урон в секунду. Именно поэтому такие вепоны как Stone Slayer со скоростью 3.9 актуальны для прокачки очень долго, вплоть до 54 уровня и достойную замену им найти очень трудно. Именно поэтому выбор топора вихря самый лучший по сравнению с другими вариантами. Даже если вы хуман со специализацией на мечи и мейсы, топор медленней, значит он лучше если вы идете через Армс ветку. Перейдем непосредственно к талантам. Подробно об этом билде я рассказывал в видео с советами по прокачке, кто не видел, можете с ним ознакомиться. Ну а я считаю не лишним еще раз подробно про него рассказать. Первый тир, мы берем как всегда проходной рент и два парирования. По тем же причинам, что и для фури билда для прокачки. Далее все примерно так же как у фурика. Берем специализацию на двойное оружие, специализацию того вепона что мы имеем в настоящий момент, ну и собираемся проходить с ним долго. У меня в основном это были топоры, размашистые удары и собственно сам mortal strike. Нужно будет взять один проходной талант для него. Я рекомендую вкинуть очко в чардж. Это поможет быстро набирать необходимое количество ярости на старте атаки. Например, те же самые размашистые удары требуют аж 30 ярости и набрать их в начале боя желательно побыстрее. В фурии и ветке все те же 5 критов. Далее спорный момент. Игроки меня периодически устраивать дискуссии по поводу двух групп талантов. Что выбрать, необузданный гнев или луженую глотку. По мнению необузданный гнев не эффективно действует с медленным двуручьем, в отличии от быстрых дуалов. Профит конечно есть, но небольшой. Единственная адекватная польза от этого таланта приходится на убийство большой группы мобов. Когда размашист удары плюс вихри дают много ударов за короткий отрезок времени. Плюс спарированные удары также генерит бонусную рагу. Так что теоретически талант не такой же плохой, но я выбрал луженую глотку исходя из личных предпочтений. Мне в процессе прокачки легче выбивать стелсеров из инвиза. Плюс большой радиус крика помогает в танковании. Я же вам предлагаю выбрать то, что для вас предпочтительней. Если все таки есть сомнения, берите гнев. Пронизывающего естественно, как же без него. Далее опять же спорный момент, что предпочтительней выбрать. Манию крови или импровнутый боевой крик. Если фурике я советовал взять именно манию крови и крик, там просто на все хватало талантов, то в армсе придется подумать над выбором. Мне больше по душе пришелся крик, потому что восполнение здоровья от прохождения критов уж слишком маленькое. На 3000 здоровья это будет 90 хп. На такое тратить 3 таланта мне жалко. К тому же хилы в подземельях спокойно выхиливают и без этого таланта. А вот крик значительно поможет вашей группе быстрее зачищать данж. И возможно, возможно у меня нет точных цифр, импровнутый крик дает больше пассивного агро при танковании. Ну и вступление. Естественно завершает этот набор талантов. Этот набор хорошо подходит для прокачки. Почему то многие называют армс билдом для пвп. Ну да, армсы не используют в рейде по ряду причин, но это не делает этот билд таким уж плохим для прокачки и нанесения урона в небольших подземельях. Скорей наоборот, на трэше армс способен занимать самые высокие места и способен поконкурировать с другими классами. Да, для пвп мы будем использовать совсем другую раскладку. Нам нужно 3 таланта в импровунутый хамстринг, подрезание сухожилий, поэтому освобождаем пару талантов специализации двойного оружия и не вкладываем 1 очко в чардж. В фуре ветки естественно луженая глотка, тут даже без раздумий и манья крови. В пвп как правило воины одеваются в экипировку с большим количеством здоровья и талант этот будет работать намного лучше. Вот в общих чертах что можно дополнить про пвп армс воина. Про раскладку талантов для танкования поговорим в следующий раз. Пишите в комментариях какие еще интересные билды вы знаете, почему вы считаете что они хорошие. Не забывайте подписываться на канал. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok